Всех хочу поздравить с Новым Годом! Прекрасный праздник, самый любимый, самый нами сохраняемый в любой стране, где бы мы ни жили. Все, кто родились на территории бывшего Советского Союза, всегда празднуют Новый Год, и этот праздник для них является самым главным в году. Совершенно не важно, где мы живем, празднуют ли в этой стране Новый Год, не празднуют ли, празднуют Рождество больше, чем Новый Год. Я жила в разных странах, поэтому могу вам сказать, что все мои друзья, все, кто родился, все, кто родом из бывшего СССР, все с трепетом, любовью и уважением относятся к празднику Новый Год и всегда пытаются праздновать этот праздник, неважно совершенно, в каких они находятся условиях, в каких они находятся ситуациях в данную минуту. В этом году мы все находимся в одной ситуации, как бы она не самая благоприятная для празднований, но я не знаю, как где, в Канаде, где я живу, полнейший нокдаун, нам запрещают встречаться, можно праздновать и находиться в доме только с теми, с кем вы живете, друзей приглашать нельзя, на улице может собираться до 10 человек, но на улице у нас, вы знаете, в Канаде очень холодно, зимой, особенно ночью, плюс ко всему в Канаде нельзя на улице распивать спиртные напитки, только в специально отведенных для этого местах, это бары, рестораны, а просто так на улице встать с бокалом шампанского вас тут же заметут, особенно в новогоднюю ночь, когда только ездят и ищут кого бы так стоит поймать. Да, так вот, будем отвечать, конечно, дома, в кругу нашей семьи, дети собрались, все, мой муж, и мы будем праздновать, как получится, я думаю, что мы все равно, нам будет весело, нам будет хорошо, это прекрасно, что есть семья, с которой мы можем собраться и отпраздновать, вот, естественно, мы будем что-то готовить, но я не думаю, что у нас будет уж какой-то такой большой стол, потому что кушать на ночь вредно вообще, а уж тем более самим собой вредно в 10 раз больше. Ну, конечно, будет шампанское, и, конечно, будет какая-то еда, но я не думаю, что там будет что-то супер-пупер, мы как бы, вообще, вопрос не в еде, и дело не в еде, а дело в том, чтобы всем собраться вместе, чоком за 12 часов. И сегодня я хотела вас не только поздравить, я хотела вам показать, что я собираюсь надеть на Новый год, у меня есть несколько вариантов, я пытаюсь среди них выбрать, и я вас долго водила с собой по магазинам, показывала вам в видео моих примерах, что я собираюсь носить, и что я собираюсь надеть на Новый год, мерила всякие разные платья, и многие из вас мне писали, что Дита, конечно, я уверена, что у тебя в шкафу есть платье намного лучше, интереснее, и тебе есть во что одеться на Новый год, и это правда на самом деле, я это понимаю, и в конце концов я решила поковыряться в сон в шкафу, поискать, что можно мне надеть, поэтому и сейчас я вам покажу те варианты, которые я подобрала, и, возможно, в конце концов сама решу, что я собираюсь надеть. Я буду показывать вам, так сказать, мой аутфит, платье, только платье, девчонки, я люблю платье, я считаю, что для, как нарядной одежды, это самый лучший вариант, возможны, конечно, варианты, можно вообще, конечно, встречать пижами в этом году, я решила все-таки, что я оденусь красиво, и вот на зло врагам, и на зло всем болезням, и всем неприятностям буду выглядеть как следует быть. Единственное, что я, конечно, вам буду показывать платье с обувью, но, скорее всего, это просто для демонстрации, потому что, вы же понимаете, что дома я не буду сидеть на каблуке, но показать, чтобы показать, чтобы выглядело красивее, это да. Вот, и давайте уже начнем, перейдем к делу. Итак, первый аутфит, он находится на мне, находится на мне, если можно так сказать, наверное, это неправильно, но я уже сказала. Это платье, купленное мной очень давно в магазине H&M, немножко оно такое цыганское, поэтому я решила украсить его украшениями, знаете, пиковая дама. Вспомнилась мне королева цыганская из мультфильма «Бременские музыканты». По-моему, «Бременские музыканты». В общем, ассоциировалась у меня как-то цыганская королева вот со всеми вот этими вот украшениями, которые я для себя надела. И, в общем-то, сейчас я вам отойду, покажу его подальше и, наверное, поставлю бокал «Чирс». Мы в конце еще с вами челкнемся, девочки. Как вы видите, платье длинное, платье почти до пола. Ну, не до пола, а почти до пола. Вот я надела туфли, ну так, для виду, конечно, вы понимаете, что я в них не буду к дому ходить. Что в нем удобно в этом платье? Во-первых, кстати, говорят, красный цвет мне не очень хорошо одевать на Новый год, потому что год быка, ну, вы как бы... Будем, делаем вид, что это окей. Очень красивый рукав, гофрированный, очень красивая гофрированная юбка. Но хочу еще вот что сказать. Поскольку мы делаем это дома, конечно, не будет это всю ночь, мы, наверное, посидим пару часов и разойдемся спать, но дома все-таки хочется какого-то удобства. Не пижама, но все-таки удобства. Поэтому вот всякие вот узкие корсеты и вот это вот все, я решила, что это не мой способ, не мой, так сказать, вид одежды. В принципе, вообще, и тем более на Новый год. И я что хочу сказать. Значит, в этом платье, вот здесь вот на талии резинка, на пояс, который я надела, он тоже с резинкой. То есть удобство просто полнейшее. И сказать, что в этом платье оно выглядит красиво и нарядно, но оно очень удобное, потому что оно везде широкое, рукава, юбка, на поясе резинка. В принципе, вы нигде ничего себе не передавливаете. Можете совершенно спокойно кушать и получать удовольствие от новогодней трапезы. И пейте. В общем, спокойно пойти спать, не чувствуя, что у вас вообще желудок перетянут бандажем какие-то. Вот. Ну, в общем, вот такое вот мое первое платье. Платье действительно очень красивое, очень нарядное, но как раз для встречи Нового года, по-моему, очень неплохо. Так, платье номер два. Это такое платье, оно очень яркое. Оно действительно очень яркое. Ну и что? Мы же для этого и празднуем, чтобы как бы выглядеть хорошо и ярко. Значит, платье, несмотря на то, что оно выглядит вот таким вот совершенно не обузданно ярким, оно очень удобное, потому что сделано оно из трикотажа. Я вам сейчас пытаюсь показать поближе. Видите, это как будто тонкий свитер. Поэтому оно очень... В нем тепло, но в то же время не жарко, потому что короткий рукав, но не совсем короткий, вот без рукава, как бы он хотя бы до локтя, то есть как бы вам не холодно в нем. И, конечно, что яркость его... Говорит сама за себя. Здесь поездки разных цветов, попугаи, такая тропическая тема. В общем, почему бы нет? И выбрала я от него такие вот серьги. В принципе, по-моему, они очень подходят. Плюс ко всему они добавляют вообще... На шею я ничего не надевала, потому что здесь и так все как бы с собой за себя говорит. А серьги подходят и, в общем, добавляют еще яркость, еще такого безумства к этому наряду. И примерила я их с сапогами под формами. Потому что платье короткое. Сейчас я отойду вам покажу. Я что хочу сказать. Если вы помните, что я ходила на день рождения к своей подруге и долго думала, что мне надеть, и долго выбирала. И, в общем, девочки меня просили покажи, в чем ты пойдешь. Но у меня так не сложилось тогда снять. То вот я вам хочу сказать, что ходила я вот так. Мы пошли в ресторан. Тогда еще было открыто, еще было можно. И надела я это платье. У меня было несколько вариантов, но все остальные были очень нарядные. И я как бы потом спросила, что надевает она, моя подруга. И я поняла, что я не хочу выглядеть более нарядно, чем она, потому что это ее день рождения. И я остановилась на это платье, потому что оно, в принципе, нарядное со мной, с другой стороны, оно такое не торжественное, понимаете. То есть, в принципе, оно только хулиганское немножко. И надела я его вот с такими вот платформами. Поскольку платье синее, я не знаю, если это видно, то надела я его с батфортами выше колена, синего цвета. Платье короткое. Не очень, но короткое. Вот. И с батфортами получилось очень неплохо. Конечно, я, когда надену его дома на Новый год, я не буду сидеть с батфортами. Вы понимаете, да? Но просто хотела вам показать, как это выглядело, когда я ходила, во-первых, на день рождения подруги. И как это будет выглядеть, если я решу надеть его дома. В общем, это будет, конечно, без батфорта. Но, в принципе, вот просто хотела создать образ, чтобы это выглядело более красиво. Не хочется тут в тапчиках или босиком скакать перед камерой. Ну, в общем, вот такое вот платье. Да, что хочу сказать. Оно очень удобное, потому что оно, опять же, прямой силуэт. Оно нигде не жмет, не дарит. У него нет никаких, так сказать, перетяжек ни в каком месте. Можно в него прекрасно, легко, свободно кушать. И, в общем-то, чувствовать себя комфортно и удобно. В то же время, вот эти вот блестки и пайетки, они создают настроение новогоднее, праздничное. На мой взгляд. Платье номер три. И похоже немножко на предыдущие, но другое. Во-первых, оно сделано из такой тонкой, немножко полупрозрачной ткани. Внизу у него есть подкладка, ну, в общем, нижняя такая черная платья, которая, трикотажная, которая, в общем-то, прикрывает все, что нужно. А так оно, видите, оно совершенно прозрачное. Ну, конечно, оно цветное. Потом у него здесь, видите, идет такая люрекс. Я не знаю, если видно. Люрексовая такая нитка. Блестящее, то есть, в общем-то, дает нарядности. Потом вот эти вот оборки, вот эти такие веревочки, рукава, завязочки и так далее. Нарядное платье. Но не суперторжественное, а в принципе довольно нарядное, красивое, но ничего такого. Купер. Супер-купер. Плюс ко всему, опять же, Наталья и Зинька. Я тоже его оставила с этими ботфортами. По-моему, это было и неплохо вместе. Я надела к нему, значит, во-первых, вот такие вот серьги с кристаллами, с такими белыми, потому что я надела к нему вот такой вот пояс, который, в принципе, тоже золото с кристаллами. Я вам хочу сказать, что пояс, конечно, не самая удобная вещь. Вернее, он легкий, и он такой тоненький, он не тяжелый, но он металлический, естественно, он не растягивается, это не резиновый пояс, который всегда можно, так сказать, сядешь, и он будет тянуться на ширину того, что ты наел. Но я челкнусь в этом поясе, скажу Happy New Year всем моим членам семьи, потому что, когда кушать, я сниму его. Вот так оно выглядит, это платье. Оно длинное, нижнее платье короткое, а верхнее длиннее, и поэтому оно не одинаковой длины. Выглядит, по-моему, неплохо. Вполне неплохо. И с этими саполами тоже выглядит хорошо. Ну, конечно, я в них не буду встречать. Вот, еще раз повторюсь, как вы понимаете, не буду, естественно, но, во всяком случае, для демонстрации хотела вот вам показать, чтобы было видно, как красиво это можно обыграть, потому что я так думаю, что вот я сейчас себе так намеряю, но примеряю, и у меня будет целый гардероб образов на будущее, когда мы сможем наконец праздновать, то у меня уже будет готово очень много образов для наших будущих, так сказать, празднований, дни рождения, нового года и так далее, в следующем году, может быть, может быть, каких-то других событий. Вот, поэтому я уже примеряю с обувью, чтобы вот видеть, как это выглядит все вместе. Еще одно платье, еще один аутфит, немножко похоже на то, вот это вот синее с пайетками, ну, оно другое, конечно, оно черное, все-все-все сделано в пайетках и сверху такая вышивка. Что хочу про него сказать? Сказать ничего не хочу, потому что платье, вот, и платье, оно красиво, даже чисто вот своим вот этим, своей тканью, на самом деле, фасон у него совершенно обычный, прямое платье, такое короткое мешочек, а к нему я надела вот такие серьги, тоже не хотела долго, вернее, не хотела ничего такого очень яркого, потому что платье само по себе яркое, никаких оживелей сюда, потому что тут, в общем, уже все, все есть, ничего не надо. Оставила его с этими же синим сапогами-батфортами, хотя сапоги не очень подходят, они синие, а платье черное, но, простите меня, девочки, не хотела уже переодеваться, просто потому что вот такой план платья, мне кажется, очень хороши с сапогами-батфортами, особенно если учесть, что-то ватфорт, у них не очень высокий каблук, это такой квадратный каблучок, то есть это не какие-то там на шпильке сапоги вот до одного места, которые доходят, а так, в принципе, в общем, очень-таки скромные, обычные с тканью. И, ну вот, длина его вы видите, да, и тоже вот оно вот совершенно широкое, просторное, свободное, никаких поясов я надевать на него не буду, потому что, мне кажется, что это не нужно, оно именно вот, именно должно быть вот такого фасона, то, что благодаря вот такой вот ткани, фасон, уже больше ничего не надо, никаких, никаких, так сказать, дополнений, добавок, тоже очень удобное, прямое, без всяких там корсетов и узких талий, прекрасно подойдет для празднования всего, чего угодно, дома или не дома, кстати, сзади оно просто черное, без, без вышивки, нарядное платье, я должна сказать, что оно нарядное, но в то же время очень удобное и в то же время очень такое комфортное, хорошо, в нем удобно, комфортно, можно сесть, так и едок, в общем, не задумываясь сильно над тем, как вы выглядите и ничего ли не впивается вам в желудок. Следующее платье, девочки, очень отличаются от всех предыдущих, это такое зефирно-конфетное платье, такой шифон-шифон в точечку, все прозрачно, опять же, внизу вот эта вот есть подкладка и я как бы, ну, в нем нет никаких блестюшек, а без блестюшек наша жизнь, нам жизнь не мила, без стразов, и я к нему надела вот такие у меня серьги, вот совершенно обычные, вот просто такие три полоски стразов и кулон, колье, его, может быть, плохо видно, на камеру, но я, видимо, так вот его носила, чтобы оно не было сверху, потому что здесь бант, видите, здесь вот какие-то фижмы, я не знаю, если это так называется, может быть, я не правильно говорю, просто у меня ассоциация фижмы это другое, я знаю, просто вот сборочки, ой, прицепил, прицепил себя к браслетам, потому что я надела вот браслет, и вот это вот ожерелье, оно с такими сиреневыми камушками, ну ладно, оставлю наверху, чтобы было видно, и вот таких вот я браслетов одела, это подходит очень к этому ожерелью, это очень подходит к серьгам, платье очень удобное, опять же, потому что оно нигде не жмёт, оно, в общем-то, прямое, и длина его вот такая, возможно, что надо было надеть другие колготки, может быть, с чёрными колготками, это не самый лучший вариант, но я не знаю, если честно, мне кажется, что оно такое, такое зефирное, что чёрные колготки придают немножко какой-то брутальности, делают его более, ну, такие менее зефирные, возможно, что сюда надо было бы надеть какие-то даже высокие сапоги, но я уж не стала, надела я такие вот пасоножки, у меня есть из Зары, кстати, я их покупала в прошлом сезоне, по-моему, и только, я уже даже не помню, они такие все с, сейчас я поближе подойду, покажу, они тоже с такими, знаете, с пайетками, и, в общем-то, по цвету подходят, и выглядят очень неплохо, единственное, что, да, и они очень удобные, они, у них маленький паблучок, и они страшно удобные, несмотря на то, что они нарядные, сейчас я вам покажу эту туфлю, посмотрите, да, в этом сезоне, они были на спешл прайсе, я их тогда купила, они по цвету очень подходят, к нам платье, потому что, в принципе, они такие розовато, новенькие, ни разу не надевала еще, розовато, бежевые, и вот эти вот черные, здесь вот эти вот пайетки, очень красиво, и я вам хочу сказать, что они очень удобные, вот этот маленький паучок, он как бы и ковлук, и как бы его и нет, то есть они как тапки, вот совершенно, для меня они как тапки, ну вот, еще один вариант, можно, кстати, надеть пояс под него, но можно и не надо, может и не надо, может с поясом было бы не поздно, у меня просто под рукой сейчас ничего нет, попробую, ну, можно надеть пояс какой-то, перетянуть его чуть-чуть, ну, может дома, и так сойдет, да, девочки, и, конечно, я была бы не я, если бы я не нашла чего-нибудь зеленого себе, в моем гардеробе, чтобы надеть на, на Новый год, значит, платье тоже без блесток, без стразов, оно, ну, нарядность ему придают вот прозрачность, вот эти прозрачные рукава, и большой вырез, и то, что оно, в принципе, ну, вот такое вот длинное, летящее, опять же, внизу подкладка, и я к нему, значит, Серега я что-то не нашла, не подобрала, у меня нет ничего подходящего, надела брошку из, сетом, да, как же, как же без этого, вы же знаете, что я большая любительница, и у меня есть такой браслет, очень подходящий по цвету, ну, вот на камере не очень, а в жизни очень, и немножко другого оттенка, но похожий, браслет не секонд, да, просто у меня есть такое, такое собрание, знаете, вещей, вот таких вот, я вам показывала там, ожерелье, браслеты, ну, в общем, вот таких вот праздничных, нарядных со стразами, и, в общем, вот такой вот сложила я комплект, а самое красивое здесь, это обувь, которая, может быть, будет видно плохо, я тоже потом подойду, вам сниму, покажу ее поближе, они очень подходят по цвету, такие ботиночки, они не совсем, они как бы сделаны сеткой, на сетке цветы, тоже как бы не для дома, но на будущее, для каких-то праздников, торжеств, фотографии, в принципе, это платье можно вносить, как праздничное, так и не очень, если надеть сверху какой-то жакет, и убрать вот эту прозрачность, то его можно вносить, как, в принципе, не такое уж праздничное и нарядное, хотя, конечно, оно праздничное, сейчас покажу вам, облокачусь, покажу вам ботинки, потому что они того стоят, похваст, то есть, какие они красивые, произведения искусства, я их обожаю, ношу очень редко, потому что они очень, ну, такие, знаете, не на каждый день, это такая, знаете, сетка, и вот сверху, вот такие вот цветы, которые пришиты сверху, это все-все-все аппликация, куплены мы в Заре, сто лет назад, надеванные, может быть, пару раз, потому что, ну, вы сами видите, да, их на каждый день наденешь, хотя, я их надевала с джинсами, и с каким-то топом, мы им вышли, когда куда-то out, в принципе, ну, вот, знаете, это было нарядно, но в меру, и, так сказать, вот, ну, все равно, это не для работы, не на каждый день, но очень красиво, еще одно платье, девочки, предпоследнее, вот это еще одно, значит, нарядно оно очень тем, что оно, как бы, ткань, бесподобная ткань, такой шифон, с золотыми такими листиками, в общем, как бы, очень нарядное, но дело в том, что вот фасон его, оно длинное, оно почти до пола, но фасон его, это платье-рубашка, оно на пуговицах, отверху донизу, и за счет этого, оно не выглядит таким, офигенно нарядным, то есть, вот оно нарядное, но не такое, знаете, роскошное, прям такое, вот если бы из этого платья, из этой ткани, было что-то платье, там, без лифа, вот, вернее, лиф с открытыми плечами, какие-то, такой вот вырез большой, или что-то такое, оно бы выглядело, а так, за счет того, что это платье-рубашка, оно выглядит, в общем-то, нарядно, но не торжественно, не на премьеру балета, в Большом театре, подобрала я к нему вот такое украшение, если вы помните, я покупала чокер такой, в секонд-хенде, мне кажется, он очень подходит, он золотой, со стразиками, и вот выше ничего не нашла, вот у меня, как бы, ничего, что-то, вот нет подходящего, именно к этому, потому что у меня есть, вот те вот, весельки такие, с камушками, но они серебряные, а это вот позолочено, ну, золотой, не золотой, а желтый металл под золото, вот, и, значит, поэтому, вот, кстати, надо озаботиться и купить, потому что у меня нет, чего-то мне не хватает, сейчас отойду подальше, покажу вам то, что с обычными черными туфлями, скорее всего, потому что ничего здесь не надо, ничего придумывать, вот такое платье, оно длинное, оно практически до пола, внизу валан, но платье-рубашка, пояс тоже не стала надевать, оно тоже, оно не узкое, оно денежно это не давит, можно надеть пояс, можно надевать, в принципе, достаточно, то есть, вот халат, но с блестящими, с такой тканью, что оно делает, как бы, это платье нарядным, очень красивое платье, очень необычное, ну, такое, знаете, интересно, итак, девушки, последнее платье, уберите детей от экранов, контент 18+, огромный вырез, но я буду дома, и поэтому я решила, что, если бы я встречала где-то, я бы надела его, конечно, я бы надела какой-то топик вниз, или, может, я бы вот так вот его тут подхватила, ушлила, что, в принципе, вполне можно сделать, и тогда можно надеть сюда все, что угодно, но, поскольку я дома, и я решила немножко, вот, похулиганить тут с вами, это платье, несмотря на то, что оно выглядит очень торжественно, и очень блестяще, оно очень удобное, потому что ткань его, я даже затрудняюсь сказать, что это за ткань, но это некоторым образом, как будто вот трикотаж вязанный, знаете, тоненький-тоненький, какой-то такой кружевной вязанный трикотаж, оно тоже очень длинное, оно до пола, у него, конечно, огромный вырез, под грудью вот здесь вот сделана резинка, или это на талии, или под грудью, я, трудно сказать, но, во всяком случае, вот, подобрала я к нему украшение вот такое, вот, тоже блестящие такие висюльки, и к нему вот такой вот браслет, очень подходящий, по цвету, мне кажется, на мой взгляд, очень нарядно, сейчас я отойду, и вы посмотрите, увидите, как оно выглядит в полный рост, одеваем туфли, чтобы не светится, красивое платье нарядное, действительно вечернее, очень все в нем есть, стразы, что нам надо, длина, вырез, ну, не хватает только разрезов до сих пор, но, вы знаете, что, я вот думаю, что я на нем останавливаюсь, если честно, потому что оно очень удобное, вот здесь вот резинка, знаете, если вы выходите в свет в таком платье, и вы не надеваете ничего вниз, то, в принципе, существуют всякие такие липучки, которые можно прилепить к телу платья, чтобы оно не двигалось, потому что вот в этом платье, вот в таком варианте, как я его надела, одно неверное, неловкое движение, и вы в дамках, что называется, да, если вы не хотите опозориться, то, в принципе, вот, ну вот, мне почему-то кажется, что я на нем останавливаюсь на этом платье, потому что оно очень нарядное, оно вечернее, но в то же время оно удобное, и, не знаю, так мне кажется, что мне будет с ним хорошо, комфортно и удобно. На этом, дорогие дамы, я хочу завершить свое видео, еще раз хочу поздравить вас с Новым Годом, надеюсь, очень-очень надеюсь, что следующий год будет лучше предыдущего, мы проведем его совсем по-другому, совсем в другой ситуации, совсем с другим настроением, хотя бы не весь год, мы скажем вторую половину года, я очень надеюсь, что мы проведем его совсем по-другому. Желаю вам здоровья, очень-очень много здоровья, по нынешним временам самое главное, самое нужное и важное пожелание, а также любви, счастья, удачи, чтобы ваши дети, чтобы ваша семья, ваш муж, ваши родители, ваши сестры и братья приносили вам только-только радость, веселье и удовольствие, чтобы все-все-все проблемы ушли и остались в этом году, а в следующем году только радость, счастье и веселье. Чирс, всего доброго, в Новом году!